Вокруг сим-карт существует множество мифов, которые кочуют из уст пуста и превратились в городские легенды. Например, некоторые люди точно знают, что сим-карту можно удаленно считать всю информацию, даже если она не вставлена в телефон. Может кто-нибудь сказать, как он проник в нашу систему? Поэтому ее лучше всего завернуть в фольгу, которая экранирует все излучения. Но мы помним, что в сим-карте источника питания нет, соответственно передать данные невозможно. Но сторонники заговора, которые пользуются фольгой, говорят, что существуют специальные сим-карты с NFC. Вот это поворот! Это были сим-карты с NFC-меткой. Сама метка доступа к внутренностям сим-карты не имела. То есть разницы с такими же метками в магазинах никакой. Получается, что NFC в таких картах отдельно, а сам сим-модуль отдельно. Это тот же самый сэндвич, как делают переделки на и сим-карты и карты памяти. Чтобы посмотреть, как сим-карта может пережить разные невзходы, мы проделали ряд экспериментов. Но вначале расскажем о тех, как делают сэндвичи из сим-карты и карт памяти microSD для комбинированных слотов с современных смартфонов. Производители в силу маркетинговых причин делают комбинированные слоты, в которых нельзя одновременно использовать две сим-карты и карту памяти. А пользователям очень хочется, поэтому они идут на всяческие ухищрения, причем делают это на свой страх и риск. Обычно микросхема отделяется от основы с помощью фена и пинцета, очень нежно и аккуратно. Микросхему нагревать не стоит, она выйдет из строя. Это проверено на практике, вы просто сожжете электронику, поэтому проверять воздействие открытого огня нет никакого смысла. Гарантированная смерть сим-карты – ничего интересного. В кино часто показывают, как в микроволновке поджаривают разную технику, в том числе сим-карты. В этом случае карты выходят из строя из-за нагрева, а не чего-то иного. Но отделив микросхему, вы можете разместить ее на любой поверхности, и она продолжит работать. Первое, что вредит сим-карте – это механическое повреждение конструкции. Если перерезать микросхему, переломить сим-карту, то она гарантированно прекратит свое существование. Но как она отреагирует на воду? Давайте замочим сим-карту в воде с электролитом. В отсутствии источника питания сим-карте ничего не сделается, она может лежать в воде сколько угодно. Если она не будет лежать месяцы, то коррозия не начнется. Вы просто вытрите карту от воды и сможете воспользоваться ей. Мы положили сим-карту на мощный магнит и оставили на несколько часов. Несмотря на это, она работает, как ни в чем не бывало. Ровно та же история с тем, что ваша сим-карта может передавать ваши координаты спецслужбам, даже если она не вставлена в телефон. F-B-I Это не так. У нее просто нет для этого возможностей. В телефоне сим-карта служит только модулем идентификации. Все остальное передает сам аппарат и его программное обеспечение. Сим-карты крайне важны, так как они используются для аутентификации вас в различных сервисах, например, банковских. Крупные серьезные банки определяют не только номер, с которым вы звоните, а также уникальный номер вашей сим-карты. Не путайте с номером телефона. Поэтому при смене сим-карты меняется ее номер, и банк может попросить вас пройти аутентификацию голосом для того, чтобы добавить эту сим-карту. Это надежный и простой способ защиты ваших данных и ваших денег. В ближайшем будущем сим-карты станут виртуальными. Стандарт eSIM тестируется операторами по всему миру. Но нужно изменение законодательной базы. Причем в каждой стране свой набор юридических проблем. Но тот самый кусочек пластика, который мы все с вами знаем, скоро навсегда исчезнет. Ведь острой необходимости в нем нет. Все то же самое лучше реализовать внутри современных смартфонов. Вокруг сим-карт много вымыслов, а правды мало. Это всего лишь микросхема, которую можно сломать. А что нельзя сломать? Но украсть ваши данные, сделать клон-карту, не имея доступа к ней, списать деньги со счета и так далее, невозможно. Вокруг сим-карт много вымыслов, а правды мало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok